значит давайте пробежимся по запорожскому направлению данного становления приходит наша любимая 128 бригада которая сейчас вышла из-под бахмута я вам хочу сказать это такие бизоны это такие ух проверенные такие мангусты которые тут просто разорвутся в клочья вот продолжаю я постоянное общение с нашими ребятками из ивано-франковской тро который сейчас под гуляй полем стоят и мониторю каждые попытки орков где-то там ввязаться в бой где-то проверить ситуацию очень сложно очень сложно им пытаться сейчас сформировать любой наступательный кулак значит недавно разнесли полностью батарею их с 300 вот не успели они там запрятаться наша арта отработала просто супер сюда подтягиваться все больше и больше и дронов и глаз и высокоточного оружия мы на сегодняшний момент по совету опять же товарищей наших по коалиции вот притормаживаем наше контрнаступление потому что мы ждем по ленд-лизу все оружие которых нам должно прибыть мы верим нашему главнокомандующему и верим заложному заложные в этом плане он очень-очень искусственный повар вот у него все блюда вы заметили какие пикантные да он их долго готовят очень много приправ но потом как вкусно получается на выходе такая же ситуация сейчас у нас идет по запорожскому направлению сказать что мы тут все должны быть начали на расслабоне ни в коем случае мы прекрасно понимаем что россия занимается чем она аккумулирует сейчас удар то есть она постоянно сюда подкатывать какие-то и мобики и чмобики и вроде там какой-то спецназ подъехал и перед нас и я даже замечаю вот допустим мы тоже практически часто чупаем их оборону я сейчас даже не скажу на каком участке фронта да но мы заходим в один населенный пункт в село взять его довольно очень быстро а вот мы зашли туда и только мы начинаем в этом селе окапываться россияне они истерически действуют это наше присутствие каждый населенный пункт который мы зашли даже в серой зоне с трех направлений начнет моментально стекаться войска с мариуполя идет колонна огромная колонна техники идет с милитополя разворачиваться оттуда оттуда они с трех направлений на это село набрасываются врываются туда мы понимаем что они сейчас туда забегут мы быстренько ретируемся откатываемся назад они туда заходят мы артой начинаем туда валить поднимаются наши вертушки все отработали там дым мясо все так перерыто но россияне рады а именно пофиг что они там оставили 400 человек выдержать в этом селе они вот ух не пустили для них даже смерти подобно думать о том что мы можем прийти забрать бердянс милитополь так маг потому что все это вот все масленица называется больше война закончилась поэтому смотрите вот это та игра которая идет серой зоне что никуда-то заскочили там в окопы пофотографировали себя deep state там что-то там написал да вот к утру нашей рту это все вычищается объем четко объем красиво резервы есть ситуацию контролируем прекрасно понимаем что куда как и тоже понимаем где работает российская ипсо где нас пытаются засунуть в этого ненормального батьку лукашенко который уже сам собой подписал какой-то пакт о ненападении с украины ну я не знаю дед там гоняет тюльпаны конечно в этой всей деменции в этом маразме вот они потешные будем так говорить вот но опять же мы столько можем с ним поржать а встречать их на поле боя будет американская электроника будет это так фирма мага которая делает блин абрамс ну просто супертанк умный танк который сам нас отслеживает цели который сам подбирает снаряды который сам вот раздает по всем координатам да вот ваша задача просто быть оператором поэтому шляпа вы там себе дальше вы думаете что мы там с техникой не разберемся что нас ломается у нас с то танковых нет полях вот которые должны то все обеспечивать вот а мы пока вот нам свои работы продолжаем донатить война для нас сейчас не закончилась еще раз говорю продолжаем быть украинцами если что-то где-то вы видите какая-то нужна короче ваша помощь конкретная вы можете прийти плести сетки где-то просто помогать формировать какие-то продуктовые наборы люди подключайтесь во первых это уводит от вас панические атаки во первых это самый лучший антистресс на сегодняшний момент то есть быть вот причастным к обороне быть причастным защите своей страны это сейчас еще раз говорю главный вот мотиватор который должен вас толкать и вы должны гореть ярче тысячи солнц тот кто мотивирован этим он никогда не заболеет к видом от него выйдут все заболевания хронические которые есть потому что то энергия тут реактор который внутри у нас вытащит из любой ситуации потому что вам организм дает приказ жить чтобы победить